Сережа, приветствую тебя. Что происходит в Дебальцеве? Что ты увидел? Какая сейчас там ситуация? Да, Кадрия, приветствую. Действительно, мы первый из российских журналистов, которые оказались в оккупированном украинскими войсками городе Дебальцеве, в так называемом квартале 8 марта. Мы сегодня с утра с разведкой бригады призрак зашли в этот город и, соответственно, посмотрели, что там происходит. Ничего хорошего там нет, потому что окраина полностью разрушена, люди сидят в подвалах и прячутся от обстрелов. Ополченцы армии Луганской Народной Республики закрепились на окраинах и сейчас наращивают свою группировку. Первое, что мы сделали, мы как раз дали запрос на эвакуацию. Людей переписали, пересчитали, отправили патрули, которые собирали местное население. Да, сейчас мы, дай бог, нормальные условия переведем. То есть до 12 сегодня вы сказали, что опять режим тишины, хотя он в принципе есть. Мы не стреляем в этот отмече. Личному составу сейчас дан приказ стрелять только при непосредственной угрозе жизни либо бойца, либо гражданского жителя. Ну вы знаете, несмотря на объявленный режим перемирия, его еще называют режим тишины, украинская армия раз за разом его нарушает, именно как раз в Дебальцевском котле. Сегодня мы были свидетелями, даже во время этого интервью с командиром сводного отряда с позывным Аркадьевич. В этот момент были слышны залпы украинской артиллерии, которая работала по позициям ополчения. Надо сказать о том, что в городе остается, как я уже говорил, очень много беженцев, которые по 7-8 месяцев сидят в подвалах, бомбоубежищ, без воды, без света, без денег, без еды. И ополченцы каждый день пытаются под огнем вывести людей в безопасные места. Это города Алчевск, Саханов, Луганск, ну и так далее. Вообще Дебальцева 7 месяцев под обстрелом. Последние вот эти три недели, это немыслимо обстрелы. Все поразрушали, танк тупо стоит, расстреливает танк, расстреливает дома. Украинский? Украинский танк. Встал там на Пугачево, за поселком, и стреляет прямо по домам. Ребется каждый день по нескольку домов уничтожали. С поселка сравняли почти что все, там осталось крохи какие-то несчастные. Ну стреляет не только танк. В городе работают несколько снайперов, которые как раз для своих целей, в качестве своих целей выбирают и мирное население, и ополченцев. И уже были сообщения о том, что мирное население погибало от пуль снайпера. Армия Луганской Народной Республики наращивает свой контингент в самом уже Дебальцеве. Дебальцево с каждым часом туда доставляется все больше людей, боеприпасов, продовольствия. И как говорят сами ополченцы, если будет нарушаться режим тишины, то армия Луганской Народной Республики будет и дальше продвигаться вглубь Дебальцева и не позволит украинским силовикам нарушать перемирие. Кадрия, тебе слово. Спасибо, Сергей. На прямой связи со студией был наш специальный корреспондент Сергей Довыденко. Он первым среди российских журналистов побывал на окраинах Дебальцево, где накануне перемирия закрепились ополченцы ЛНР. Спасибо.